ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА Наталья Синченко, педагог по эстрадно-джазовому пению, считает, что пение повышает иммунитет, продлевает жизнь и простудные заболевания реже посещают тех, кто поет. Прежде всего, я занимаюсь певческим дыханием ежедневно. Я никогда не делала, потому что у меня вообще очень слабое здоровье было. А сейчас, когда я укрепила свой иммунитет, просто здоровый образ жизни веду. Поэтому я не считаю, что мне это нужно. Хотя рекомендую некоторые, если можете, пожалуйста, делайте. Но мне это не нужно. Поэтому закаляйтесь и будьте здоровы. По мнению специалистов, именно профилактика – возможность предотвратить грипп. Во всех медицинских учреждениях этому уделяют особое внимание. Есть стенды, электронные табло, на которых видно, что в первую очередь может помочь. Это соблюдение правил личной гигиены. По словам врачей, опасен не сам грипп, а его осложнение на организм человека. Наиболее опасным является пневмония – это воспаление легких. Во время эпидемии в больницы попадают в три раза больше людей, чем обычно. Особенно высокий уровень госпитализации среди малышей в возрасте до 5 лет и среди пожилого населения старше 65-ти. От интоксикации организма случаются и летальные исходы. Врачи надеются, что в течение следующего месяца анапчане будут активнее. Времени остается не так много. По прогнозам, грипп может добраться до Анапы уже к декабрю. Поэтому до 1 декабря включительно в городской поликлинике проводят бесплатную вакцинацию против гриппа. Иногородним жителям прививку могут сделать, но за нее придется заплатить. На этом все. Главное – будьте здоровы. Также этого вам желает и партнер программы – компания «Фитофарм» в Анапе. Эту и другие программы вы можете посмотреть на сайте «АНАПА. Регион». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова